Всем приветики! Сегодня будет обзор вот этой вот звуковой карты. Ее распаковку вы уже видели. Ну а это обзор. Она уже, как вы видите, подключена к компьютеру и готова к работе. У нее здесь есть три разъема. Розовый для микрофона, зеленый для наушников, а черный для микрофона с наушниками. Также есть две кнопочки. Одна кнопочка выключает микрофон. Нажимая на нее, загорается синяя лампочка. Говоря о том, что микрофон выключен. То есть, вы сразу видите, если лампочка горит, значит микрофон выключен. У вас никто не слышит. Также есть выключение звука на наушниках. Если вдруг там какой-то где-то звук очень громкий, вы сразу можете нажать кнопку, и у вас все затихнет. Причем она сразу выключает звук. Не важно, что у вас подключено наушники или гарнитура, и там и там выключает звук. Также и микрофон. Если выключен, то он выключает звук и на микрофоне, и на микрофоне с наушником. Регулятор громкости, он здесь аппаратный. То есть, помимо того, что есть программный регулятор громкости в Windows, есть еще и аппаратный. То есть, даже если у вас в Windows выставлена громкость на максимум, а здесь у вас громкость на нуле, естественно, вы ничего не услышите. И здесь нужно будет добавлять. Что, кстати, удобно. Опять же, если вы где-то там играете, и вдруг слышите какие-то громкие звуки, неудобно будет переключаться на Windows, делать громкость потише. Гораздо удобнее будет просто пальчиком покрутить регулятор, сделать громкость потише, чтобы она не так сильно вас напрягала. Это удобно. То есть, у вас лежит на столе звуковая карта, и вы можете в любой момент, например, нажать кнопку и выключить микрофон, или нажать кнопку и выключить наушники, или все сразу отключить, либо просто пальчиком порегулировать громкость. Кстати, на регуляторе громкости здесь имеются, кстати, эта поверхность, вот эта вот блестящая, она очень сильно маркается. То есть, стоит до нее один раз затронуться, и она сразу вся будет заляпанная вашими пальцами. Это, ну, неприятно. Лучше бы она была вот такой, вот матовой, тогда она бы не заляпывалась. А так, стоит один раз затронуться, и здесь сразу будет такое пятно от пальца, жирное. Ну, как бы это не очень. Сам регулятор, у него есть такие маленькие зазубринки, и когда вы, ну, это дает более удобное его регулирование, потому что, если он был бы таким гладким, было бы сложно его регулировать, палец бы скользил. А так он за эти зазубринки цепляется, палец, и можно довольно-таки легко регулировать, то есть, палец у вас не соскочит. Если вы взялись и потянули, то он действительно будет крутиться. Можно вот посмотреть сбоку, и увидеть, что, ну, они все такие вот зазубринки. И это довольно-таки хорошо. Не соскочит, не соскользит палец. А вот то, что здесь сделали глянцевую поверхность, в то время, когда все остальное полностью матовое, это вообще как-то непродуманно. То есть, все полностью матовое, но здесь зачем-то глянцевое. И это, как по мне, вообще как-то странно и плохо. Ну, а дальше, это что касалось такого внешнего осмотра звуковой карты. Ну, а дальше мы перейдем к программной части. Вы, когда подключаете звуковую карту к компьютеру, к компьютеру у вас сразу начинает автоматически устанавливаться драйвера. А на компьютере у вас появится такое вот окошко, в котором будет сказано, что найдено новое оборудование, и к нему установлены драйвера. Драйвера автоматически устанавливаются, и у вас появится новый девайс, который называется USB PNP Audio Device. Его будет видно в USB устройствах. Также появится новое звуковое устройство с таким же названием. И чтобы все звуки шли через новую звуковую карту, которую вы только что подключили, вам нужно зайти в настройки звука, зайти в устройство воспроизведения и найти там динамики USB Audio Device. Ну и выставить их устройством по умолчанию. Тогда все звуки пойдут через звуковую карту. У него также в свойствах есть свой отдельный уровень громкости. Если вы поставите в качестве устройства по умолчанию это устройство USB Audio Device, то тогда, собственно, и регулятор громкости у вас будет уже регулировать... Системный регулятор громкости будет регулировать громкость именно этой звуковой карты. И также здесь есть эффекты. Ну, собственно, как и на стандартной звуковой карте, вот она стандартная, Realtek. Так, здесь есть всякие эффекты, эквалайзер. Так, и здесь есть эффекты. Ну, правда, в стандартной звуковой карте их как-то побольше. Тут и эквалайзер такой более широкий, и все это есть. И тонкомпенсация, которая вот здесь есть во внешней, также она во встроенной есть. Но встроенной побольше, на самом деле, всяких возможностей настроек, чем во внешней. И нельзя выбрать формат. Если в той звуковой карте, которая встроена, есть возможность выбрать вот формат. Не то же улучшение, вон их сколько много. Эквалайзер, тенкомпенсация, столько всего. То во внешней, конечно же, всего этого поменьше. А сравнивать звук встроенной и внешней я хотел. Я даже сделал запись, где сравнивал внешнюю и встроенную. И как оказалось, что на записи этого не слышно. На записи звук абсолютно одинаковый. Как встроенной, так и внешней. Единственная разница слышна именно в наушниках. То есть, когда называешь наушники и подключаешь их либо к встроенной карте, либо ко внешней, то тогда слышна разница. На встроенной они звуки более такие басовитые, а на внешней они более такие звонкие. Но на записи вообще разницы никакой абсолютно. Не слышно. А записывать звук с наушников через микрофон, это будет не то. Потому что или услышать это ухом, или услышать запись диктофона, это большая разница. Поэтому я даже и не стал это показывать, выкладывать, потому что нет особой разницы. Также и запись есть, и своя настройка микрофона тоже. Здесь есть набор микрофонов USB PNP Audio Device. И тоже его, если вы хотите использовать как микрофон системный, то его нужно тоже установить как микрофон по умолчанию. У меня в данный момент работает микрофон Realtek, а встроенный, а это внешний. И там тоже у него есть свои свойства. Тоже здесь так же, как и на динамиках, два канала, что на USB 48 Гц нельзя выбрать. И в уровнях только уровень, и нет усиления. А в стандартной, во встроенной, можно и выбрать, какое будет качество. 48 Гц или 192. И также здесь даже есть вот улучшения. Там улучшений нету. Есть усиление. А во внешней есть только уровень. И я тоже проверял на записи. Запись микрофона через встроенную и через внешнюю одинаковая. Разница в том, что только во встроенной есть усиление, а во внешней нету. И, соответственно, там звучит потише. То есть, если я вот сейчас уберу усиление, то вам будет вот так вот слышно на встроенной. Просто немножко потише. А вот так будет уже погромче, потому что... Ну, просто настройки встроенной позволяют сделать усиление, а внешне не позволяют. А так вообще на звук я слушал одинаково. Единственное, что я вам могу показать, так это как звучит гарнитура. Потому что я вот... Микрофон HyperX. Потому что микрофон HyperX, вы, те, кто приходит ко мне на трансляции, слышали, что он немножко так глуховато и тиховато звучит. Я думал, что проблема именно в самом микрофоне, что микрофон тихий. А как оказалось, дело не в микрофоне. Микрофон... И я думал, что он тихий и направленный в одну сторону. А микрофон, оказывается, всенаправленный. И не тихий. Тихим его делает и направленным именно звуковая карта HyperX. Вот она, звуковая карта HyperX. И она делает микрофон этой гарнитуры приглушенным и направленным. А когда я его подключил ко внешней звуковой карте, вот этой, Югриновской, то он совсем по-другому зазвучал. Она уже стала звучать более так звонко. И уже не одна направленная, а все направленные стало. И меня это удивило. То, что, оказывается, дело не в микрофоне, как я всегда думал, а в звуковой, этой HyperX, которая его так приглушает. И вот это я вам могу сейчас продемонстрировать. Как разница работы двух звуковых карт. Я, на самом деле, думал, что дело в микрофоне. Ну, в общем, сейчас я сижу в гарнитуре от HyperX, которая подключена к звуковой карте HyperX. И, собственно, так через нее звучит микрофон. Как-то так приглушено. И вот слышны звуки тоже. Но он не особо направленный. Ну, короче, слышно, что он переглушенный и не особо направленный. А вот сейчас переключим на гарнитур с звуковой карты HyperX в звуковую карту Ugreen. И посмотрим, как сразу изменится звучание микрофона. Ну, вот, собственно, теперь звучит через звуковую карту Ugreen. Тоже разъем гарнитуры. У нее совершенно уже другое звучание. Уже не так приглушено. Уже как-то более позвонче звучит микрофон. Я всегда думал, дело в микрофоне. То, что микрофон так глухо звучит. То, что микрофон такой слабенький. Оказывается, микрофон... Микрофон настраивает звуковая карта и так сильно шума подавляет HyperX микрофон, что он так звучит довольно-таки глухо. А в этой карте уже как-то более так позвонче звучит. И звук уже не в одну сторону, как я думал, а уже более направленный. Ну, вот, если послушать, то... Ну, как по мне, видно, что микрофон настал совсем подробно. Ну, как будто бы он уже стал все направленный. Я был как будто бы одной направленной. Вот так вот может звуковая карта изменить полностью звучание микрофона. У него, собственно, кнопка. Если ее нажать, то, соответственно, с микрофона ничего вот не будет слышно. Например, я вот нажимаю. Причем здесь, когда нажимаешь микрофон, выключаешь, оно так более плавно выключает. Бывает, оно резко обрывает, прям слышен такой обрыв звука. А здесь вроде такого нет, а он так плавненько, ну, с таким вздуханием вроде как выключает, мне кажется. Ну, вот. Ну, вот такая вот звуковая карточка. Как по мне, она нужна лишь только для удобства. Чтобы вы могли вынести порты, вот эти вот три порта, из компьютера себе на рабочий стол. Чтобы вам было удобнее подключаться, отключаться. И чтобы вы могли быстро микрофон отключить. И включить. Оно, кстати, реально плавно отключает и включает микрофон. Без резких таких обрывов. И тогда вы можете быстро выключить микрофон. У вас никто не на трансляции, не услышит, не в Дискорде. Вот. Но звучание микрофона абсолютно точно такое же, как и на стандартной звуковой карте. Разница лишь только в том, что на стандартной звуковой карте вы можете добавить усиление. А здесь вы усиление не можете добавить, только уровень можете отрегулировать. И всё. А звучание такого же у микрофона. А вот звук такой же, как и в системе. Ну, то есть на записи, если вы будете записывать... Вы берете устройство воспроизведения вот эту вот карту и будете записывать звук, то на записи звук будет очень такой же, как и в системной карте. Потому что звук меняется именно здесь вот, на выходе. Получается, сюда приходит такой же звук, как и в стандартной звуковой карте. Дальше здесь вот он преобразовывается немножко, добавляются высокие частоты. И к вам на наушнике уходит уже преобразованный звук. То есть его слышите только вы. А там на записи, на трансляции, в системе везде звук останется таким же. Также и вот если вы здесь регулируете, вы уже регулируете здесь вот на выходе. И отключаете тоже на выходе. То есть, получается, когда вы здесь регулируете, звук регулируется только на разъёмах. А в системе он стоит такой же. А когда вы здесь нажимаете, да, звук в системе отключается, но при этом, ну, то есть вы его не слышите. А если у вас была там запись или трансляция, там все продолжают слышать. Так что, ну, лично моё мнение, что эта звуковая карта нужна лишь только тем, кто хочет, чтобы ему было более удобно пользоваться наушниками, тем, чтобы удобнее было подключать, чтобы удобно было, ну, громкость регулировать, резко отключать звук, там всё такое. Микрофон резко отключать и всё. Ну, то есть, если вам хочется, чтобы вам было более удобно со звуковыми устройствами, тогда можно купить такую карту. А если вам нужно именно какое-то качество звука, чтобы изменилось там что-то на записи там или вообще, чтобы что-то сильно изменилось, то есть, ну, тогда лучше присмотреться к другой звуковой карте, потому что здесь вы этого всего не найдёте. Вот. Ну, а на этом всё. Всем пока-два.